В 1922 году, после пяти лет поисков, археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона. Ученые нашли нетронутую мумию фараона, множество драгоценностей и предметов древнеегипетского обихода. Там же в гробнице была обнаружена надпись «Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой мертвого правителя». Это предупреждение исполнилось. На протяжении восьми лет после вскрытия гробницы один за другим умерли практически все причастные к раскопкам людей. 21 человек. Золото фараона оказалось смертельным. Золото. 79-й элемент таблицы Менделеева. Тяжелый, желтый, мягкий и крайне непрактичный металл. Пожалуй, единственным его достоинством можно считать долговечность. Золото не подвластно времени. Но неужели способность металла не вступать в реакцию с большинством веществ на планете может сделать его самой большой ценностью для людей? Или у золота существует другая, таинственная, магическая сущность? И именно благодаря ей оно тысячелетиями властвует над миром. При изучении барельефов древних храмов в Карнаке египтологи столкнулись с загадкой. Среди изображенных на стене сокровищ фараона Тутмоса Третьего есть несколько конических предметов. Иероглифы под изображениями перевели как золото и белый хлеб. Изображения хлебных изделий позже обнаружили во многих других храмах и гробницах. Почему конические предметы названы золото и хлеб, стало понятно после расшифровки текстов пирамид в погребальной камере египетского царя Уноса. Тексты описывают некий порошок грядущего, который приводит властителя к конечному озарению. А вот еще один факт. В Карнаке в 1450 году до н.э. был основан металлургический союз просвещенных мастеров. Их часто называли Великим Белым Братством. Почему? Да потому что они могли превращать золото в тот самый белый порошок грядущего. Сопоставив массу исторических фактов и документов, английский королевский историк Лоренс Гарднер пришел к выводу. Высшие правители Египта ежедневно добавляли порошок грядущего в пищу. Таким образом фараоны питали свое светящееся тело. Мы только знаем описание, какие эффекты оно давало. Усиление воли, усиление сознания, усиление памяти, способность работать с огромными объемами информации. Это позволяло им удлинять жизнь, а после смерти переходить в так называемое поле благословенных и присоединяться к богам. Насыпанный в форме конуса порошок древние египтяне называли камнем. В средние века поиском именно такого камня занималась целая наука. Исследователь Владимир Рохмистров уже много лет изучает древние книги по магии и алхимии. Главной целью алхимиков был философский камень, с помощью которого можно превращать некоторые металлы в золото. Однако изучив труды средневековых ученых более внимательно, можно обнаружить, золото в этой схеме было лишь побочным продуктом. Во всех высоких алхимических трактатах обязательно написано, золото алхимиков не есть золото черни. То есть наше золото заключается не в этом. Золото – это символ. Это царь металлов. Это символ жизни, солнца. Это попытка понять, каким образом может кто-то перейти в золото. Это как раз попытка понять, как человек может стать совершенным и бессмертным. То есть философский камень – это эликсир бессмертия. И если верить истории, его поиски были далеко не безуспешны. В начале 15 века во Франции никто не сомневался. Их современник Николя Фламель смог найти философский камень. Перед тем, как он исчез, он стал сказочно богат. Он основал целый благотворительный медицинский институт. И похоронен на кладбище невинно убиенных младенцев. Ну, как будто. Современники Фламеля уверены, история с похоронами была инсценирована. Точно так же исчез другой знаменитый алхимик, британский философ Эрне Филолет. Незадолго до исчезновения он выпустил трактат, в котором подробно описал свой философский камень. Это названо камнем за неизменность своей природы. По составу это золото, более чистое, чем чистейшее. Оно неизменно и негорюче, как камень, но внешне оно похоже на очень тонкий порошок. Связь философского камня с порошком грядущего очевидна. Более того, есть основания предполагать, что секрет его изготовления не остался в Средневековье. Это место на Васильевском острове Санкт-Петербурга с 17 века известно как квартал аптекарей. Наибольшую славу в этом квартале имела аптека доктора Пеля. Вильгельм Пель, приобретя аптеку, не только продавал лекарства, лекарственные препараты. Им были одновременно сразу приобретены помещения по Днепровскому переулку, где были основаны лаборатории. Доверие к продукции Пеля было столь высоко, что его лекарства регулярно поставлялись ко двору. После смерти Вильгельма аптеку унаследовал его сын Александр. Именно с его именем в Петербурге связано множество легенд. С начала 20 века аптека представляла собой целый фармацевтический комплекс, который включал не только аптеку, также лаборатории. Здесь были научные, производственные лаборатории, научная библиотека. В лабораториях Пеля работало более 70 человек. Днем владелец аптеки руководил фармацевтическим производством, а ночью спускался в подвал, где была оборудована алхимическая лаборатория. Туда он не пускал никого. Многие относятся к алхимии как к способу именно познания действия веществ, как они реагируют друг с другом, что получается в результате соединения тех или иных элементов, как вообще ведет себя природа. То есть это способ познания мира, и для фармацевта это было, конечно же, неизбежно. Сохранились аптекарские книги. Среди прочих услуг аптека Пеля предлагала довольно экзотическую. Позолоченные пилюли. Стоили они 60 копеек за 30 штук и пользовались большим спросом среди столичных аристократов. Невысокая стоимость товара наводит на мысль, что недостатка в золоте аптека не испытывала. В 1918 году производство национализировали. В одной из пристроек расположилась жилхозконтора. Ее работники постоянно болели. Причину странных заболеваний обнаружили уже после Великой Отечественной войны. Во время ремонта из межэтажных перекрытий на строителей вылилось несколько литров металлической ртути, главного сырья алхимиков. О том, что владелец аптеки работал с золотом, говорит еще один интересный факт. В 1905 году газеты писали о жалобах, которые стали поступать в полицейский участок от жильцов соседнего дома. Якобы во время полнолуний из трубы, исходящей из подземелья аптеки, вылетают некие крылатые существа. Грифоны. Они хлопают крылами и наводят ужас. Жильцы просили принять меры к аптекарю Пелю и запретить тому выпускать на свет Божий всякую нечисть. Молва нарекла это сооружение башни и грифонов. Говорят, призраки крылатых львов и поныне появляются над башней лунными ночами. Грифоны. Мифические крылатые создания с туловищем льва и головой орла. Древнегреческим автором Аристеем, жившим в 7 веке до нашей эры, описываются как существа, охраняющие месторождение золота в горах. Геродот еще писал, что в Рифейских горах золото видимо-невидимо и хранят то золото грифы. Но так случилось, что во втором тысячелетии была утеряна и методика поиска золота, и само золото. И находили его только лишь в курганах. Историки считают, что Рифейскими горами древние называли Урал. Описания Геродота подтвердились в 1745 году, когда житель села Шарташ Ерофей Марков нашел недалеко от Екатеринбурга первый самородок. Сегодня это город Березовский. Добыча золота здесь не прекращается уже 250 лет. Исследователи считают это место аномальной зоной. Шахтные выработки под территорией города простираются более чем на 100 километров. Сообщения о неопознанных летающих объектах поступают отсюда регулярно. А местные легенды рассказывают о многочисленных таинственных существах, встречающихся как на Земле, так и под землей. Существуют расколы, в которых как бы и появляются вот эти существа из параллельного мира. Кто-то видел громадного змея, кто-то видел существа, похожие на человека, но маленького роста. Когда-то добывать золото здесь начинали каторжане или кандальники. Большинство из них оставались в подземельях навечно. Людей будили часа в 4 утра. Кормили очень плохо, бурдой. Кто где-то что-то не слышал окрика, команды, били розгами. Работали они по 14-16 часов в сутки. И если представить, что они рубили вот эту скалу в шахтах, а единственными инструментами были кайло и лопата, то, я думаю, можно предположить, каково им здесь жилось. Конечно же, они погибали, погибали и погибали. За заключенными наблюдала специальная горная полиция. Надсмотрщики отличались особой жестокостью. После первой попытки к бегству каторжанина брили наполовину. После второй, помимо кандалов, на шею надевали вот такие колокольчики. До самой смерти беглеца стража знала о каждом его шаге. В наших шахтах вот люди, знающие, те, которые занимаются эзотерикой, они увидели плазмоиды. И вот кто-то говорит, что это именно души этих людей. Кто-то говорит, что это какие-то другие энергетические сущности. Бог его знает, что это такое на самом деле. Шахта Северная самый древний из действующих рудников в мире. Глубина 520 метров. Технология добычи золотой руды за сотни лет практически не изменилась. Сначала в стенах и потолке высверливают отверстия. В них закладывают взрывчатку, аммонит. Породу взрывают. Трактором нагружают в вагонетки, вывозят к транспортеру и поднимают на поверхность. Собственно, золотом это назвать никак нельзя. На тонну этой серой массы приходится от силы 8 граммов драгоценного металла. Удивительно, но пуще золота здешние шахтеры почитают вот такую обычную на первый взгляд белую плесень. Считается, что она возникает в тех местах, где существует невидимый переход в другие измерения. В темноте она начинает светиться. Трогать эту плесень старатели категорически запрещают. Раньше при проходке использовалась деревянная крепь. И вот за счет сырости появлялась плесень. И вот эта плесень могла принимать разные виды и формы. Шахтерские легенды Валерий Лобанов знает не понаслышке. Он потомственный золотоискатель. Даже родился на прииске, где золото добывал его отец. Позже сам работал в старательской артели. Сегодня Валерий Анатольевич по крупицам собирает историю родного края. В заброшенной шахте он решил организовать музей золота. Убрав плесень с одной из стен будущего музея, строители увидели, как от того самого места из темноты в их сторону направляется светящийся белый силуэт. О призраке белого шахтера в Березовском знает каждый. Этот белый шахтер, который появился в наших шахтах, он или указывал кому-то, доброму человеку, богатые золотые жилы, или кого-то выводил, кто заблудился в наших выработках на поверхность, но горе тому, кто с черными мыслями и нечистой совестью повстречал в штреках белого шахтера. Белый шахтер не просто призрак, у него есть своя история. Однажды учительница местной школы Ольга Ковалева привела на экскурсию своих учеников. Вместе с ними послушала легенду. Рассказ экскурсовода неожиданно пробудил воспоминания из далекого детства. В детстве я слышала такую же историю, когда я была еще совсем маленькой от моей бабушки. Бабушка рассказывала кому-то, не мне, рассказывала историю о себе, о своей фамилии, скажем так. Ее отец на самом деле был тот самый шахтер. В апреле 1912 года Николай Казанцев с напарником добывали руду из неглубокой шахты у реки Березовка. В то время, когда дед нагребал руду, его, видимо, там завалило в шахте. Напарник ничего не говорил. То есть, как обычно, пришли домой, как обычно, да, видел, он ушел. И когда все-таки его начали, ну, скажем так, более подробно расспрашивать о том, куда же он делся, он показал, где они находились, где они работали, и когда туда спустились, увидели, что его засыпало, он лежал на спине, и рука находилась в три персти. Это уникальная фотография. Молодой человек слева, Николай Казанцев, прадед Ольги Ковалевой. В ее семье убеждены, это его дух время от времени появляется в шахтах, устраивает обвалы и показывает золотые жилы. Вот одна из таких жил. Среди живущих на земле мало кто видел такую красоту. Хотя на самом деле блестящий минерал это не золото, это перит. Количество золота в нем минимально. Но даже этого бывает достаточно, чтобы подержавшие его в руках люди ощутили власть драгоценного металла. Лобанов вспоминает. Пару лет назад энтузиасты проложили для школьников туристический маршрут по некогда золотоносным рекам. Вместе с детьми приехали журналисты. Несколько человек увидели крупинки вот этого перита, не золота, перита, и когда они ко мне подскочили, скажу, золото, я проверить хотел, да, я говорю, золото. И человек сразу же изменился. Она отбросила так лопату, она руками начала рыть эту, так сказать, это. И к ней рядом там пристроился еще один мужчина, который тоже хотел в этом же месте. У них до драки чуть не дошло. Вот это моя территория, и это дело. Людей начинает трясти. И вот я никогда не видел вот это, что такое золотая лихорадка. Вот это я посмотрел, что люди начинают с ума сходить. Мало кто знает, что знаменитая золотая лихорадка началась в этом месте на 70 лет раньше, чем в Америке. В 1814 году здесь были открыты первые в мире золотые россыпи. Молодой уральский инженер Лев Брусницын вопреки всем прогнозам обнаружил рассыпное золото в реке Мельковке. Рассыпное золото вывело Россию на первое место по добыче золота в мире. Буквально в 1845 году 48,5 всей мировой добычи принадлежало России. Брусницын не просто открыл рассыпное золото. Он разработал технологию его добычи. Уже через три года в 1817 Россия приступила к выпуску золотых пятирублевых монет. За золото в Англии и Германии были куплены новейшие технологии и станки. Страна стала ведущей индустриальной державой. Золотой запас России стал самым большим в мире. И все благодаря открытию одного человека. Лев Иванович Брусницын посвятил всю свою жизнь служению России. И я хочу, чтобы имя этого человека, не я, а мы, коллектив и многие люди, чтобы засверкало это имя и воздать ему должное как то, что он действительно заслужил. За решением увековечить имя незаслуженно забытого героя последовала целая цепь мистических событий. Сначала на старом кладбище кто-то обратил внимание на необычно большое надгробие. Полустершимися буквами было написано имя усопшего Лев Иванович Брусницын. По форме черепа специалисты обещали восстановить лицо. Когда могилу вскрыли, удивление не скрывали даже опытные археологи. Гроб выглядел так, как будто его закопали на прошлой неделе. А череп имел золотистый налет. Даже сохранились его волосы, его значит одежда и самое главное череп, который мы так сказать увидели, он темного цвета. И мне сказали, что это одно из признаков святости этого человека. И действительно этот человек для меня в моем понятии это святой. Через полгода антропологи из Сибирского отделения Российской Академии наук создали портрет человека, которого молва прозвала Колумбом русского золота. на родине Льву Ивановичу Брусницыну собираются установить памятник. Жители этого небольшого поселка в Московской области не подозревают. Мужик на стареньком тракторе, который периодически прочищает дороги от снега, известный ювелир Анатолий Лапцевич. Его изделия украшают коллекции десятка крупных музеев мира. Его заказчиками были жены советских писателей, политиков и примы Большого театра. Но Анатолий Иванович уже пять лет не берет в руки ювелирного инструмента. Все началось с мистического случая. Весной 2007 года в руки ювелира попало необычное кольцо. Это было довольно массивное кольцо с бриллиантами. небольшие бриллиантики, но их там довольно много было. После появления этой вещи в доме стало происходить странное. То здесь, то там появлялись обожженные места. Особого значения этому поначалу не придали. Вечер 29 мая 2007 года Лапцевича запомнили навсегда. первой неладной почувствовала супруга Анатолия Вера. Вроде бы по потолку пробежал какой-то огонек. Ни звука, ни запаха, ни дыма, ни треска, но ничего, вот в полной тишине. Вот у меня ощущение, что огонь крался, что он просто подкрадывался. Он был какой-то очень светящийся что ли. Ощущение того, что пожар разгорается где-то в другом измерении было стопроцентным. Вера позвала мужа. А еще ничего не видно. Нет ни дыма, ничего. я поднимаюсь по этой лестнице наверх на чердак, посмотрел, все нормально, никаких нет признаков чего-либо. И я хотел спускаться и слушал у себя за спиной какой-то шорох. Я поворачиваю голову и вижу огонь прямо у меня за спиной. Буквально чуть дальше вытянутой руки. Но откуда огонь взялся на потолке? План дома Анатолий делал сам. Лично контролировал постройку и знал наверняка. Ни электропроводки, ни красок, ничего другого, что могло бы загореться в этом месте дома точно нет. Однако пользы от этого знания не было никакой. Через считанные минуты загадочный тихий огонь охватил весь дом. Я почему-то взяла только процессор от компьютера, взяла коробку, в которой лежали котята, и совсем вместе этим я вышла на улицу. Больше я в дом не вошла. Я стояла и смотрела, как вот это все горит. В этот момент никто не вспомнил, что буквально за неделю до пожара в своей московской квартире супруги затеяли ремонт. Вещи, картины и даже мебель временно перевезли на дачу. Сгорело все. Деньги, документы, заготовки из драгоценных камней и металлов. Расплавился и металл, и металл и металл радиаторов, все бронзовые краны, все, все там стояло, все расплавилось, ничего не смог найти. И вдруг среди вот это пепелище, среди этого угля стало раскапывать и лежит кольцо. Практически нетронутое. Злополучное кольцо очистили и поспешили вернуть хозяина. Но с тех пор Лапцевич не сделал ни одной новой вещи. Сегодня он потихоньку отстраивает новый дом. К своему жилищу он относится как к большому ювелирному изделию. День за днем совершенствует каждую деталь. Никакого проекта, ничего. Я представляю это не эскиз. Эскиз не передает объема. Я вещь представляю в объеме. Как она должна смотреться с той или другой стороны. но поэтому мне даже не нужно рисовать, потому что рисунок не передаст то, что я хочу сделать. Это трехэтажное здание 72-летний мужчина отнюдь не богатырской внешности построил без всякой посторонней помощи. От установки несущих балок до ковки балконных ограждений он все решил сделать своими руками. Говорят, если в создание вещи вложить свою душу, то любая магия будет над ней бессильна. 29 марта 2012 года Санкт-Петербург был потрясен невероятной находкой. Во время ремонта межэтажных перекрытий бывшего особняка князей Нарышкиных рабочие обнаружили потайную комнату. Помещение в 6 квадратных метров не значилось ни на одном плане здания. Внутри находился самый крупный клад за всю историю современной России. 40 мешков столовой посуды и изделий из золота и серебра. Такой коллекции нет ни в одном музее мира. Это очень ценная находка. В начале 19 века выполнена во второй или половине 19 века. Тем более это какая-то крупная фирма серебряных дел. и безусловно вещи в такой семье как Нарышкины вещей второго порядка вещей быть не могло. Но каким чудом Нарышкиным удалось более чем на 100 лет спрятать в своем доме такой огромный тайник. Профессиональные кладоискатели называют такие места воровскими комнатами. Найти их специально практически невозможно. Клад опечатывался четырьмя крестами. Это символ захоронения. Символ тайны четыре креста. Поэтому легенда о подземных ходах в Аркургургского государства тоже называется легенда четырех крестах. Это символ магической защиты. Павел Мирошниченко уже более 30 лет изучает подземелья Ленинградской области. За это время в руки исследователя попадало немало информации о наличии воровских комнат в водоводах и тайных ходах. Только в Царском селе таких мест не менее трех. Пока не нашли ни одной. Большинство потайных комнат сооружались на стадии строительства. Это особняк графини Самойловой в городе Павловске. Построили его в конце 18 века. Когда-то здесь собирался весь цвет высшего общества Петрограда. Заседали тайные масонские ложи. Сегодня здание разрушено. Только в таком виде становятся видны его секреты. Перед нами сложное архитектурное сочленение. Здесь полукруглая стена и треугольник образованный двумя другими стенами. Если вы находитесь внутри зала одного из двух залов, либо вот этого зала, либо зала, который находился с той стороны помещения, вы не можете оценить, какой объем скрыт между стенами. Вам колонна декоративная стоит в углу. А на самом деле внутри стены будет находиться помещение площадью около 6 квадратных метров. Сохранилась даже часть механизма, который позволял проникать в тайник. Туповая вставка и прорезь для потайной дверцы. Примерно такое же помещение обнаружили строители в доме Нарышкиных. Между этими двумя зданиями прослеживается некая мистическая связь. Некоторые клады как вы видите лежат очень спокойно и им не нужны никакие ловушки. Они находятся сами в мистической аномальной зоне. Это было в Пертербурге недавно. Это зона аномальная Нарышкинская. Еще два года назад в руки диггеров попали уникальные исторические документы. По ним удалось установить историю питерского дома номер 29 по улице Чайковского. Дело в том, что в пределах этого здания была разрушена первая древняя церковь, а вторая она закрывала входы в капище. Эти инфернальные врата зла намольного совершенно другими цивилизациями. Поэтому естественно зона аномальная. Во время экспедиций по подземельям диггеры регулярно сталкиваются с аномальными зонами. Одна из таких зон находится непосредственно под Кремлем. Ее влияние исследователи подземелья ощутили во время поисков одной из самых больших тайн истории легендарной библиотеки Иоанна Грозного. Нас постоянно уводило просто пока приборная диагностика не показала наличие хода влево мы все время шли вправо упорно хотя он был у нас мы его замечали и мы пошли совершенно по другому мы пошли назад и пошли против правил правой руки правилом левой руки развернулись и мы попали туда проверив приборы подтвердив уже своими глазами что несмотря то что мы видим поворот вправо это поворот влево в узком проходе диггеры обнаружили низкую дубовую дверь открыть ее не было никакой возможности за столетия своды опустились и намертво прижали дверь к полу через остаток замочной скважины или выбитый замок мы смотрели туда внутрь толщина очень большая у этой двери и видно было дальше продолжение такого хода арчатого это где-то 14-15 метров под Кремлем стояли сундуки огромное количество либо сундуков либо гробов вот сейчас точно нас было трое мы посмотрели вот один за другим но во всех описаниях мы смоемся к тому одни что это сундуки другие что это гробы чтобы открыть дверь требовалось специальное оборудование было решено вернуться на следующий день дорогу к заветному месту диггеры запомнили хорошо однако вернуться по ней не было уже никакой возможности как будто специально кто-то туда пустил воду и глинистая такая вот насыпь вошла в ход полностью закупорив его метров 30 а может 40 под неглинкой из глинистой жижи диггеры извлекли вот этот предмет по-видимому свидетель событий пятивековой давности то что вы видите держалось вот так и один из князей держал такой жезл силы из которого потом появились государственные жезлы эта деталь еще больше убедила Михайлова в поисках легендарной Либерии они находились на правильном пути история с кладом Нарышкиных наглядно показала сокровища из аномальных зон однажды возвращаются в наше измерение но только в назначенное им время в середине 70-х годов 20-го века фермер из штата Аризона Дэвид Хадсон случайно стал автором мировой сенсации ему нужно было решить совершенно практическую задачу улучшить плодородие земель и он обрабатывал соляной кислотой и значит когда он проверял почву что растворяла соляная кислота что не растворяла он выделил некий материал там некий остаток который не растворял соляной кислотой тем же летом на полях Хадсона стали происходить странные вещи под лучами солнца ни с того ни с сего появлялись яркие огненные вспышки после них на земле оставался странный белый порошок на вопрос о его химическом составе американские химики только разводили руками ну они назвали это абсолютно ничто то есть они не могли понять какой этот металл он не попадал в группу Менделеева то есть таблицы Менделеева они не нашли аналога в 1979 году в руки Хадсона попали работы советских ученых по физике плазмы в них описывались аналогичные вспышки в том же году Хадсон привез порошок в СССР наши химики провели спектральный анализ представленной субстанцией и определили что она состоит из металлов платиновой группы но в неизвестной науке форме частички порошка были настолько малы что их можно было сравнить с размером атома исследование физических свойств материала повергло ученых в шок при нагревании до 600 градусов емкость с порошком теряла половину массы охлаждение в жидком азоте напротив увеличило вес субстанции в 4 раза когда порошок вновь нагрели показанием электронных весов не поверил никто вес поддона с раскаленным порошком оказался меньше чем пустого при дальнейшем нагревании вес порошка стабильно опускался к нулю в какой-то момент он как будто растворялся в воздухе ученые провели еще один простой эксперимент в момент невидимости они попытались перекопать порошок лопаткой они хотели проверить вот действительно как бы переход вот в этой грани из одного измерения в другую и они пришли к выводу что как бы при переходе из одного измерения в другое когда исчезновение визуальное происходит после уменьшения температуры порошок появился в том же виде что и до исчезновения то есть субстанция не становилась невидимой просто при нагревании она каким-то образом переходила в другое измерение исследования засекретили о дальнейшей судьбе открытия в СССР ничего не известно работы в США продолжились в институте перспективных исследований в Остине там порошок назвали моноатомным золотом и однозначно отнесли к разряду экзотических материй существование так называемой экзотической материи было доказано директором Техасского института перспективных исследований доктором Халом Пудгоф и моноатомное золото фермера Хацена подтверждало его теоретические выводы Пудгоф утверждал что при помощи экзотической материи можно изменять пространство время в будущем экзотическая материя позволит космическим кораблям двигаться со сверх световой скоростью при этом теория относительности Эйнштейна нарушена не будет корабль на самом деле вообще не будет лететь подобно тому как реактивный двигатель самолета засасывает воздух спереди и выбрасывает его сзади космический корабль будет сжимать спереди и расширять позади себя пространство и время пока это только теория но именно она позволяет объяснить вещи над разгадкой которых человечество бьется уже не одно тысячелетие с первых страниц Ветхого Завета слово золото встречается по многу раз на каждой странице почему Библия так часто поминает этот металл с точки зрения современного общества золото скорее корень зла чем источник духовной силы подлоги убийство предательство жадность далеко не полный список преступлений на них человечество шло во имя обладания золотом ответ напрашивается сам собой со времени сотворения мира и до рождения Христа золото имело другой тайный смысл и лишь потом человечество сделало солнечный металл символом богатства и власти например золото было необходимо для создания одной из святынь древнего мира ковчега завета Господь завещает то есть инструктирует Моисея буквально на горе чтобы он сделал ковчег завета и он ему очень подробно рассказывает как это ковчег завета сделать из инструкции следует ковчег завета состоял из трех ящиков внешнего золотого среднего из дерева акации и внутреннего опять из золота вот как описано в библии крышка ковчега сделай крышку из чистого золота длина ее два локтя с половиной а ширина ее полтора локтя выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывая крыльями своими крышку а лицами своими будут друг к другу золото один из самых тяжелых металлов современные исследователи подсчитали одна только крышка такого размера должна была весить две с половиной тонны общий же вес ковчега составлял более двух тысяч девятисот килограммов получается каждый из четырех жрецов нес не менее семисот сорока килограммов очень подробное описание изготовления конструкции ковчега а самое главное очень подробная инструкция жрецам по тому как с этим ковчегом надо обращаться они очень здорово напоминают технику безопасности перевозить ковчег завета категорически запрещалось инструкция предписывала носить святыню посредством продетых в кольца деревянных шестов единственный случай когда святыню водрузили на повозку закончился трагедией молнии поразили тысячи людей если повторить подробно все вот это что описано в библии сделать такой ковчег с двумя хирургинами обращенными лицом друг к другу со всеми столбами цепями и получается следующая картинка вот он на повозке валы эту повозку везут вы представляете это великолепная динамическая машина поэтому когда его захватили и повезли в телеге и привезли в город и там погибло 50 тысяч жителей просто написано вообще был такой мощный разряд как каким же образом четыре земных человека могли переносить три тонны на сотни километров древние тексты указывают помимо скрижали с заповедями в ковчеге хранился сосуд с манной мелким белым порошком возможно именно в этом порошке сокрыт секрет перемещения ковчега есть основания полагать что манна изготовлялась из золота и обладала свойством левитации не случайно переносивших ковчег служителей библия называет левитами в описании странствий евреев по пустыне сказано что ковчег сам нес тех кто нес его правдивость древних текстов и подтверждает открытие фермера хадсона из 20 века по сути открытый хадсон материал обладал свойствами левитации или антигравитации то есть он не стремился притягиваться к земле как все другие предметы а улететь вверх как огонь Индия родина древнейших цивилизаций развивающаяся экономика здесь соседствует с одним из самых низких уровней жизни в мире в этой стране проживает две трети бедняков планеты тем не менее по потреблению золота Индия находится на первом месте в мире помимо любви к всевозможным золотым украшениям порядка двух тонн золота в год индусы просто съедают медицинские препараты на основе золота здесь изготавливают уже 7000 лет и называют басмами в современном понимании это нанозолото басмы производятся следующим образом берется тонкая металлическая фольга из золота фольгу нагревают а потом закаляют то есть опускают в такое вещество как моча делается это несколько раз подряд хоть может быть это покажется смешно и нерационально на самом деле это имеет глубокий смысл вот во время этой процедуры золото окисляется и входит соединение с хлором закаленная в крови моче фольга сжигается на огне и превращается в мелкий порошок такое лекарство не имеет срока годности и в любой момент готова к употреблению можно лечить во-первых аллергические заболевания и даже в современной медицине аутоиммунные заболевания типа ремотоидных артритов действительно лечат соединениями золота затем в настоящее время установлено что золото унитает злокачественные клетки оно может использоваться по-разному в этом случае но также есть основания предполагать что золото способствует увеличению связи между нейроновыми головного мозга тем самым улучшается умственные способности древняя традиция правителей всего мира есть и пить из золотой посуды тоже родилась не на ровном месте и дело здесь не столько в красоте сколько в целебных свойствах этого металла современные исследования доказали при соприкосновении с едой и водой золото выделяет в пищу ионы а ион это самая мелкая наночастица и они присутствуют в воде хоть считается что золото очень устойчивый нерастворимый металл на самом деле это не так золото как вообще практически все окружающие вещества нашего мира дефундируют не только в воду но даже и в воздух причем это тоже было известно задолго до нашей эры для изготовления живой воды древние веды предписывают кипятить золотой самородок в течение получаса современную золотую воду изготавливают при помощи электролиза если мы возьмем кусочек золота и соединим его с металлом у крова величина выхода электрона меньше это может быть например металл платиновые группы платина палладий иридий и так далее если вы их соедините и опустите в воду оттуда будут значит дефундировать воду ионы золота уместно вспомнить еще один королевский атрибут золотую корону которая до недавнего времени неизменно венчала головы всех правителей причем корона могла быть двух принципиально разных моделей дело в том что оно является диамагнетиком и оно или не пропускало влияние с моей точки зрения народа когда правителю надо было изолироваться вот он свою ауру он изолировал с помощью золота от влияния внешнего окружения и он был самостоятельным в принятии решения или была другая форма короны такая вот лепестки когда наружу он как бы транслировал народу свои мысли золото поделочный материал и носитель информации украшения и лекарства денежные единицы и символ власти объект поклонения и средства связи с богами могло бы человечество прожить без этого металла могло на нашей планете много других элементов со сходными физическими и химическими свойствами тогда зачем люди год за годом продолжают извлекать из земли золото в начале 80-х годов прошлого века американский исследователь Захария Ситчин предложил интересную теорию золото земли нужно вовсе не землянам тщательно изучив древние шумерские тексты Ситчин пришел к выводу эту цивилизацию основала и генетически запрограммировала на поиск золота высокоразвитая цивилизация аннунаков с планеты Нибиру миллионы лет назад эта планета была частью Солнечной системы а потом произошла катастрофа между Марсом и Юпитером находилась еще одна планета Теомат так вот произошла катастрофа Нибиру и Теомат столкнулись Теомат превратился в поиск астероидов а Нибиру изменила свою орбиту и стала удаляться от Стоунца на планете стало катастрофически холодно для спасения надо было укрыть ее своеобразным одеялом жители Нибиру распыляли в своей атмосфере мельчайший золотой порошок для этого требовалось много золота огромные запасы обнаружили на соседней земле но кто-то должен был его добывать они скрестили свои гены с генами первобытного человека и получился человек разумный гомо сапиенс который вполне может под управлением инопланетян добывать золото в шахтах Ситчин вычислил выемка золотого запаса из земного сейфа должна произойти в 2086 году Нибиру вращается вокруг солнца по вытянутой орбите и к земле приближается каждые 3600 лет увидеть планету на большом расстоянии нельзя золотая оболочка полностью экранирует сигналы радиотелескопов грузовые корабли прибудут внезапно а пока все банки мира продолжают копить золото а и и и и Редактор субтитров А.Семкин